МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем приветик, дорогие мои подписчики! Что я вам хотела сегодня рассказать? Я хотела вам рассказать, что буквально позавчера в Арабские Эмираты прилетела одна из моих давних-давних подписчиц. Елена. Прилетела она из Израиля. И прилетела она как раз-таки к нам в самую жару. Потому что сейчас вот я смотрю на термометр в машине, и он мне показывает плюс 40 градусов. И причем, вы знаете, еще дикая влажность. То есть влажность порядка 70%. Я не успела выйти из дома. Очки у меня уже запотели. Ну, сейчас в машине, конечно же, они вернулись в нормальное состояние. Тем не менее, влажность очень высокая. И вы знаете, видела сегодня в Твиттере. Одна арабка из Арабских Эмиратов написала Господи, Дубай, что же ты с нами делаешь? Еще не июль, а у нас уже страшная жара. Но тем не менее, туристы к нам едут. Потому что туристов сейчас много в Арабских Эмиратах. Несмотря на жару. Почему? Потому что, наверное, Турция закрыта. Поэтому все у нас здесь, в Эмиратах. Ну, купаются они на пляжах. Я так думаю, что утром и после 4 часов дня, как я обычно и советую подписчикам. Кстати, многие мне пишут вопросы. Многие собираются приехать сюда в июле, в Арабские Эмираты. Так вот, хочу я вам сказать, дорогие мои, приехать-то, конечно, можно. Но пешком ходить по Арабским Эмиратам вам вряд ли удастся. Но что самое хорошее, что в Арабских Эмиратах очень много кондиционированных достопримечательностей. Так что вы всегда найдете, чем себя занять. Огромное количество парков развлечений с кондиционерами, торговых центров, по которым можно ходить днями и ночами. Потому что торговые центры в Арабских Эмиратах работают в обычные дни до 10 часов вечера. Ну, а, соответственно, выходные до 12 часов ночи. И это, в принципе, очень удобно. Так что летом приезжать можно, но, к сожалению, прогуляться, например, по пустыне вам вряд ли удастся. Потому что очень жарко и очень высокая влажность. Вот, Елена прилетела из Израиля, но она любит жару, что удивительно. Потому что мы уже с ней виделись вчера. То есть побывали с ней вчера на городском пляже и прогулялись по торговым центру и по там мол. Она очень хотела приобрести себе национальную женскую одежду абаю. И мы нашли очень красивый такой фасончик, блестящую абаю. Ну, в общем, ребят, сдаю точку, где моя подписчица Елена купила красивую абаю. Померить, показать? Давай. Померим, померим, померим. Да, ну, в общем, смотрите, значит... Пока я в этом мире это давай рассказываю. Да, значит, сколько здесь стоит абай. Просто вот такой вот небольшой киоск, который стоит в корте, который называется Персия, в торговом центре Инбатутамол. И какие здесь цены на абай. Вот, смотрите, по 170 дархамов. Очень красивые такие, вы знаете, стильные, украшенные бусинками разными, да? И по 250 дархамов. То есть, видите, сейчас у них идет как раз распродажа. То есть цена в два раза дешевле на абае. Вот такая вот красота. Да, ну и арабские платья здесь есть тоже, причем разных фасонов. В общем, приходите сюда за абаями. Да, и посмотрите, здесь есть даже арабские платья голубия. По 40 дархамов, по 30 дархамов, по 120 дархамов, по 60 дархамов. В общем, вот такая вот красота. Посмотрите, какой красивый абая Лена себе купила за 170 дархамов. Лен, да видно, видно, видно пусики. Самое главное, что на твоей фигуре все хорошо смотрится. Под лицу все к лицу. Да, под лицу все к лицу. И шарфики я уже не буду одевать, пусть господа зрители меня простят, верно? Да. Но абая красивая, да. Поэтому все, что хотела, она в Арабских Эмиратах уже приобрела. Ну и побывала, она побродила по нашим торговым центрам. Сейчас летом, конечно же, огромные скидки, поэтому можно приобрести одежду и обувь по хорошим ценам. Но сегодня мы с ней решили отправиться в арабский ресторан, потому что Елена просто обожает арабскую кухню. И сегодня мы с ней отправляемся в торговый центр Иб-Бахтамол, отправляемся мы с ней в ресторан, который называется Хатам. Я уже давно знаю этот ресторан, неоднократно я заказывала из него еду, даже показывала на Новый год, мы уже заказывала оттуда еду. Поэтому сегодня еще раз покажу вам это популярное место, хороший арабский ресторанчик, который находится прямо внутри торгового центра Иб-Бахтамол. Кстати, этот торговый центр я рекомендую всем моим туристам, потому что там достаточно много магазинов с хорошими скидками. Вот буквально вчера, когда мы с Еленой бродили по Бахтамол, то мы обнаружили новый магазин Factory Outlet, тоже с хорошими скидками. На обувь, на парфюм и на одежду. Поэтому очень советую, если приобретать товары в торговом центре Дубаймол вам дорого, потому что все-таки в Дубаймол в основном известные и дорогие бренды, то спокойно отправляйтесь в торговый центр Иб-Бахтамол, потому что там вы найдете товары как раз-таки на ваш кошелек. Вот, поэтому очень советую. Ну, в общем, вот он торговый центр Иб-Бахтамол. Он состоит из нескольких кортов. Рядом находится отель Окс и Батута Гейт. Я как-то делала видео об этом отеле. Ну, а я сегодня отправляюсь в китайский корт этого торгового центра, потому что именно там и находится арабский ресторанчик Хатам. Температура не падает. Смотрю, плюс 40 градусов. Как это? В деревне Гадюкино всегда дожди, да? В деревне Арабские Эмираты всегда жара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем приветик! Ну, вот я в торговом центре Иб-Бахтамол. Сегодня решила одеть свою розовую кофту. Многие мне подписчицы говорили, что мне в ней хорошо. Вот, так что у меня розовая кофта, розовая маска. Вот, а в Батуте даже ничего розового здесь рядом и нет. Но будем искать. Жду Елены у слона. То есть у нас тут место встречи изменить нельзя. Встречаемся около индийского слона. Ну, красивый все-таки слоник. Вот она, Елена, красотка. Привет! Это ты мне что-то на видео? Конечно, привет-привет! Кому привет-привет? Всем привет! Всем привет! Всех люблю! Какой раз ты уже в Эмиратах? Гулять, бродить, пока я не умру. Да, какой раз ты уже в Эмиратах? Пятый. Пятый, с ума сойти. И еще не надоело. Да, уже практически как местный житель. Ну, далековато, но... Не, я не фотогонична. Все, хватит снимать и нельзя до Дамаска одевать. Мы порядочные туристы. Хорошо. Ну вот мы и добрели до ресторана Хатам. Человеческая еда. У тебя такое лицо серьезное. А ты опять снимаешь? Да. Ты из преднуждения, ну нет. Да хотя бы, ну лучше, зачем я серьезно. Лена, я же не серьезно чем-нибудь еще. Лена, я не стучу, я не предупреждаю хотя бы. Это очень естественную съемку. А что мы есть будем? Ну я как всегда, я же людоеда, я только мясо ем. Чего хочешь? Но мне тоже придется... Я просто считаю, что вторуюсь съела корова. А я съем корову, логично, верно? Да, мне придется тоже есть сегодня мясо. Сейчас я тебя съем, если будешь опять меня в очках снимать. А между прочим, тебе идут очки. Нет, тебе идут очки. Я все стеснительная. Я только на вид такая вся кусачая, я все стеснительная. Так что вот, дорогие подписчики, не смотрите до меня. Или не верьте, я все стеснительная. Я забыла, ручки будут. У меня пришел анализ короны отрицательный. Так что можем поцеловаться сегодня. Хорошо. Значит, будем целоваться. Как у нас принято, да, арабские обнимашки-целовашки. Да. Ох, ты меня получишь, как камеру выключишь. Так, дорогие мои, что я вам хочу показать. Посмотрите, Елене 49 лет. Она весит сколько? 45 килограммов. Всего 45 килограммов. Я вам просто для примера скажу, что я вешу 62,5. Ну, просто, чтобы вы знали. Может, мне снять во весь рост. Может, люди не поверят, скажут, что у меня толстая попа под столом. Давай во весь рост. Так, ну все, вы убедились. Посмотрите, у нее фигура действительно как у девочки. Как у 20-летней девочки. Что меня, в принципе, очень поражает. И я хотела сегодня у нее спросить, как же она питается. И вам, собственно говоря, рассказать, что у нее фигура просто идеальная. То есть на пляже смотреть можно и восхищаться. Ну, я уже смотрела просто. Что с... Мне стыдно, вот я уже голая перезвью не сижу. Лен, ну просто расскажи, потому что многим интересно, как сохранить такую фигуру в такие годы. Ну, во-первых, это генетика, я так думаю. Не у всех есть генетика к стройной фигурке. Это даже не зависит ни от родов, ни от диеты. Сначала нужна генетика. И потом хороший образ жизни, здоровый. Я помнилась очень поздно. В 2017 году. До этого я была, как я себя называла, мусорной ямой. Я ела все. Абсолютно беспорядочная. Могла поесть чего-то сладкого. После сладкого поесть острое. Например, рыбу в остром соусе. Я была просто помойным ведром. И была абсолютно довольна своей жизнью. Лен, подожди. А вот как тебе мысль пришла? Вот мысль пришла поменять жизнь. Пришла мысль о том, что мне надоело постоянно есть. Я всегда была голодной. Я не могла наесться. Человек не может работать или ходить по торговому центру, когда он каждые полтора часа голодный. Я всегда была голодной. И как-то вот я узнала, услышала о палео-диете. Это еда, которая, ну если в двух словах объяснить, то не едят сахар, глютен, всякие там зернышки. В основном едят примерно очень близко к диете первобытного человека. Что ел первого человека? Мяска. Ну и там немножко что-то где-то дошло, какую-то траву. В основном животная пища. Переход для меня был очень легким. Наверное, мое тело настолько устало быть мне с ровным ведром. Верьте, не верьте, я не скучаю ни за булочкой, ни за рисом, ни за фруктами. Мне это не нужно. Я равнодушна. Я очень люблю мясо. Я его, в принципе, любила всегда. Но сейчас я питаюсь практически 95% моей пищи. Это пища животного происхождения. То есть то, что было живым, то, что бегало, попадает ко мне в тарелке. И еще один важный аспект. Нужно выбирать желательно крупных животных в пищу, а не курицу какую-то. Лучше кушать барашка, коровку и следить за тем, что было достаточно жира. Что происходит с человеком, когда он так питается? Это метаболизм жиров. Мы не сжигаем сахар. Мы это людоеды, как я. Мы живем на жире. Нужно есть очень много жира каждый день. Примерно 80% от всего количества калорий, которые вы съедаете в день, должны приходить из жира. Кажется ужасным, да? Нет? К примеру, яичный желток. Посмотрите его энергетическую ценность. Вы видите, сколько там жира, сколько там витаминов, сколько там всего полезного и прекрасного. А кто где любит яйца с утра? Едайте 5 яиц с маслом или с баранним жиром, кусок мяса и все. И на целый день вы свободны. Вы освобождаетесь от окол. Голод, голод. Что заказать? Что взять с собой на работу? Вы это забудете. Оставьте вес немножко на секунду. И просто освободитесь из рабства. Постоянно быть голодным. Я много болтаю, да? Нет, не-не-не-не-не-не-не-не. Очень даже интересно. Разумеется, когда я начала нормальное питание, у меня как-то само появилось желание заняться спортом. А до этого я спорт ненавидела. Я говорила, спорт это для толстых и для тех, кто хочет с тренером интрижку завести. Я смеялась, что тебе кто ходит в студию или в качалки там какие-то. Теперь я сама занимаюсь спортом. Я не в студии, я предпочитаю дома одна, но каждое утро я встаю сначала где-то 40-45-50 минут спорта, потом хороший, серьезный завтрак, который в принципе у меня является омаду. Это сокращение от английских one meal a day. Единственная порция за весь день. Часто я не кушаю 24 часа. Если кушаю еще раз, то это опять же что-то животное. И сколько мы едим, не считаем ни калорий, ни количество граммов. Ешь, когда голоден и ешь до сыта. Правда, это просто? Лен, просто, но вот что именно ты ешь? Вот прям продукты перечислить, которыми ты питаешься. Потому что интересно, вот именно это интересно. Например, людям покажется, что скучно каждый день мясо. Давайте посмотрим, что такое мясо. Возьмем просто корову. Оставьте пока овец, креветок и все остальное. Корова. Сколько у коровы есть разных частей разных на вкус? Стейк, филе, ребрышки, щечки. И коровьи внутренности, печень, сердце, селезенка, какая-то фаршированная вкусняшками. Тысячи частей есть у коровы. Сколько способов приготовления коровы существует? Грин, на сковородке, в печи. Я ем и сырое мясо обязательно. Раз в неделю мне присутствует сырое мясо в рационе. Все же едят карпаччо, верно? Или кардан? Ну, я только один раз пробовала, да. Я просто рублю кусками сон, перец, немножко уксуса и ем сырое мясо, как люди едят хас или помидоры, или салаты. Обязательно раз в неделю сырое мясо. Ну, я вот еще на севере, прости, что перебила, я пробовала лососину сырую. Там ее просто отлично у нас готовят на севере. Я имею в виду в России. С рыбой надо аккуратно, особенно вот с такой, она содержит много ртути. Лучшая пища – это корова, на втором месте – это барашка. И если у кого есть возможность grass-fed, то есть на естественном выпасе, это просто божья благодать. Не, ну а рыбу вообще можно или нет? Можно, но желательно выбирать мелкую рыбку, которая жирная, типа сардинчики всякая. Обязательно кушайте иногда печень трески, она тоже очень жирная и очень полезная. Но если вы это не любите, ничего страшного, можно жить без рыбы. И что мы можем готовить еще из мяса? Коклетки, шашлычки. Можно сделать, ну там минимальное количество неживой продукции наполненной, как это называется, махши-мальфуз. Прям, скажи по-русски. Не знаю. Ну капуста заворачивается в нее в фарш. А, голубцы. Голубцы. Ну турции ливанские, они другие, они тоненькие. Виноградные листья заворачивают. Это она единственная, есть махши-мальфуз. Ну в общем всякие такие. Там практически этой травы мало. Куча страшного. Можно готовить вот такой вот. Кто не любит гриль? Все любят гриль. Любое мясо бросаешь на сковородку за 10 минут, есть пища. Мне нужно какие-то кастрюмы с рисом, шмейсом, соусом. Жизнь становится простой. Кроме того, что она вкусная и здоровая, я лентяя с дипломом. Если бы меня напрягало это, если бы я скучала за чем-то, я бы грудо сломалась, честно сказать. Я получаю удовольствие от этого. Ставьте что-то здоровая пища. Это практично. Опять же, я могу выйти в 5.30 утра на работу и до 5.30 вечера не вспоминать про еду. Кофе черный и вода. Все. И я не голодная. Я вожу в машину, я делаю покупки, я сахара независима. Сахар падает до 42. Я об этом не знаю, если бы не мерила. Из-за интереса. Надо бы, если в принципе нет. Это свобода. Перестать быть голодным. Ну и кому нужно похудеть? Охудение, кстати, важный пункт. Худеют только те, кому нужно. То есть, если у женщины, например, есть 15 лишних килограмм, они уйдут. Обязательно. Если она будет все делать правильно. Но, если у женщины есть фишка в голове, что ей нужно, например, мне, если бы я считала, что мне нужно похудеть на 15 килограмм, разумеется, этого не случится. Организму будет требовать столько пищи, сколько ему нужно. И каждый придет к своему идеальному весу. Да, это занимает время. Может быть, 3-4 месяца. Но, опять же, это будет не время, которое вы проводите в муках, когда вы считаете калории, считаете часы до следующей порции, когда у слюнки текут на какой-то пирог, который нельзя. Этого не будет. Есть начальный какой-то период, многие жалуют, что у них, да, там, ломка была, хочется, того силу. Мне не хотелось. Может быть, и вам не захочется. Попробуйте. Вернуться назад всегда можно. Терять вам нечего. Опять же, не нужно делать ничего умного, ничего считать, никаких приложений скачивать. Просто уберите из рациона все, что не бегало по траве. Так вот, что именно нужно убрать, Лен? Вот еще раз, секундочку, я просто хочу подытожить. То есть, сахар нет. Сахара нет. Соусов нет, майонеза нет. Переработанных продуктов нет. То, что было живым, то и кушаем. Барашки, яйца. Можно из живого, например, жирную сметану 30% жирности, жирные сыры 30%, 35%, 40%. То есть, сыры можно? Нежелательно тем, кто хочет похудеть, но, в принципе, это считается животное происхождение пищей. Можно. Есть немножко консервантов, но это, опять же, вопрос фанатизма. Я не фанатик, я себе позволяю. Это считается животной пищей, безусловно. То, что было неживым, все крупы, гречки, рис, из, ну, вы понимаете, весь этот отдел. Никаких чипсов, разумеется, не из пакетиков. Сахар. Есть сахарозаменители. И есть в море рецептов, как печь пирожки, которые подходят на кетогенную диету. Вы их увидите в интернете. Нежелательно. Несмертельно, но нежелательно. Это лишняя заморочка. Можно съесть кубик черного шоколада 90%. Ничего с вами не случится, это нормально. Количество сахара там ничтожно. Одна целая точечка три или что-то вроде этого. То есть, неважно. Может съесть. Ну, то есть, черный горький шоколад можно. Но горький-то не 70%. Обязательно 90% или же 90-92%. И всегда смотреть на упаковку, потому что иногда на упаковке очень разные показатели. Гудиво не покупать. Там слишком много сахара, хотя указано 92% какао. Лучше всего Лили. Хорошая фирма. Существное качество, вкусное. Это то, что я покупаю, если не вкусно. Сейчас я в отпуске, я расслабилась, с подругой сижу. И у меня в гостинице валяется надгрызанный шоколад. Погрешила. Диетические напитки. Допустимо, но нежелательно. Это закрепляет в голове тягу к сладкому. Только когда вы избавитесь от нее полностью, можете купить себе дайк-пепси. Когда вы знаете, что вы можете уже два месяца не прикасаться к сахару, и вам он не нужен, тогда можете иногда грешить. Ален, а вот, например, молочные продукты? Кефир. Только высокой жирности молочка. Высокое – это твердые сыры, 27-28 минимум процентов жира. Йогурт. Жидкое, йогурты там 4%. И очень много лактозы. Лактоза – это сахар. Что такое сахар? Есть три вида углеводов. Есть сахар. Сахара обычные. Вторая, как бы, противоположный полюс – это, как это называется? Как я говорила, у меня заклинивают русские слова. Это синтетические, в кавычках, сахара, типа эритритол. Всем знакомо это слово. Это углевод, который не усваивается вообще. Он зашел и вышел. Почему используют в петогенной выпечке эритритол? Он не усваивается, не на щит. Посредине находятся всякие там и другие виды сахара. Лучше убрать все сразу. Сахаром является все, что не является жиром или белком. Так стройте свою тележку в супермаркете. И так стройте свое меню. Извиняюсь, я не знаю, что я вы русский язык. И они живут не в одной стране Сангетс, живут на Ближнем Востоке уже больше 20 лет. И просто иногда платы немножко перегреваются. Все, что не является жиром или белком, является сахаром. Других у нас западающих пищи нет. Вот это сахар. Это сахар. Это сахар. То есть даже морковка и вот эта вот зелень – это все сахар, да? Морковка есть, белок или жир? Нет. Значит, это сахар. Ребят, морковка и зелень – это для меня. Это не для Елены, это для меня сегодня. В ресторанах не будешь я бегать девочку гонять и говорить, что я не доеду, ем только мясо еще сырое и желательно баранье. Я сушку много болтаю, да? Придется тебе редактировать, мне вообще так. Нет, а мясо нам еще принесут. Сейчас нам принесут, да. Раньше я ела вот эти лепешки, они очень вкусные. Но лучше не есть. Потому что лепешки – это сахар, к сожалению. Не скучаю, честно говоря, даже ни к запаху, ни к чему не скучаю. Ну, такой тяги нет. Если бы скучала, давно бы уже пожрала. Абсолютно спокойно. Я очень рада, что мне так это прошло. Я почти уже 4 года, с октября 2017, не ела хлеба. И не хочет. Я попробовала насильно съесть, как называется турецкая выпечка, когда я слоеная, бурекас. Есть русское слово для этого? Я не знаю, Лен. Турецкую выпечку не знаю. Слоеное тесто такое, как в Турции подают. Ну, я поняла, но я не знаю. Слоеное тесто, да. Какие-то пирожки слоеного теста. Да. Когда я только месяц или полтора уже убрала весь глютен из своего меню, я думаю, попробую, что со мной будет. Кроме отвращения, я не почувствовала ничего. Я надкусила, выбросила в помойку. Я почувствовала маргарин. Я почувствовала, как будто я ем песок картона из коробки, из под пиццы. Вот что я почувствовала, когда ела то, что я любила бы немножко 2 месяца назад. Прошло. И у вас пройдет. Кому интересно, если будут вопросы... Пишите Елене в Инстаграм. Или мне в Инстаграм, пожалуйста. Я не беру за это денег. Я только могу рассказать, что было со мной, как я это делаю. Я не даю никакого профессионального накопления, которое запишено законом человеку, который не имеет образования специально. Только могу рассказать, как было у меня. Как люди рассказывают о своих свиданиях, о своей покупке квартиры, о выборе машины. Я могу рассказать о своем выборе продуктов на тарелке. Да, но фигура, конечно, у Елены просто потрясающая. Ну, хорошо, что я в Абай не пришла. Такую фигуру не заметили. Я могу надеть Абай, но потом, но сейчас... Не, ну я думаю, что все оценили такую фигуру в 49 лет. Я буду сейчас покраснеть. Я темной кожей, но покраснеть могу. Да, Лен, спасибо огромное, что поделилась рекомендациями о том, как ты живешь, о том, как ты питаешься. И ты забыла только сказать один момент. Это же стиль жизни. То есть нельзя посидеть на этой диете два месяца. Это предложение, это очень важно, я хорошо что я помню. Милые девочки, кто хочет похудеть, это не диета, это образ жизни. Это не то, что вы три месяца вот помучились и вернетесь обратно, вернетесь обратно и поправитесь обратно. Примите это как образ жизни. Если вы не готовы, наверное, не стоит начинать. А если вы готовы, вы не пожалеете. Честно, честно, будет классно. Будет классно. Если кому-то интересно, пожалуйста, приходите в гости в инстаграм, пишите, не обещаю ответить сразу. Я, как все нормальные люди, заняты еще другими делами. Опять же, я на этом не зарабатываю. От всего сердца, от своего опыта всегда смогу поделиться. Если знаю, всегда отвечу на ваши вопросы. Спасибо огромное. Спасибо. Вот посмотрите, что нам принесли. Лысое такое принесли. Тут что-то должно еще быть или это все? А мы сейчас их спросим, почему оно такое лысое. Это очень странная порция. Лучше бы вы сюда положили две воды, которые сейчас я буду вычищать. Нам принесли микс-гриль вот такой вот. То есть здесь и курица, и баранина. Ну вот все, что Лена любит. Мы его заманули рисом на смерть. Ну, Лена рис не ест. Рис это опять же для меня. А вот здесь вот у нас бараньи ребрышки. Вот такие вот красивые. Если оно сильно сгорело, как оно выглядит, я его косточкой брошу в официантку. Ну, мы попробуем. Должно быть вкусно. Еще нам принесли бутылку воды, но почему-то стаканы из-под колы. И стаканы, бог с ними. Главное, что они холодные, нормальные. В общем, вот такая вот у нас красота. Всем приятного аппетита. Да, да. Людоеды будут кушать. Людоеды будут кушать. В общем, Лена сегодня поделилась секретами своей стройности. Если у вас есть свои секреты, то тоже делитесь ими в комментариях. Мне будет интересно их услышать. Потому что сейчас, конечно, после сорока, меня беспокоит вопрос, как сохранить стройную фигуру. Мы сейчас находимся в комнате зеркал, который открыли в торговом театре. Батута молнии. Меня бы сразу вела. Лена, посмотри, посмотри. Посмотри, вокруг нас сколько фонарей. Посмотри. Посмотри, какая красота. И самое страшное, когда пол смотришь, когда я достигаю. Ну, провалишься сейчас с 2 года. Посмотри вниз. Много страшного. Не, я хочу сходить кушать здесь, здесь очень красиво. Давай сюда, 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 сюда. Из маски и камни. Ну да, можно же снять. Да, может, нет. Красотища. Вот так вот выглядит эта комната. Видите, здесь фонарики везде висят арабские. Они отражаются в огромном количестве зеркал, которые здесь находятся. Но для фотографии, честно, надо сказать, очень интересное место. Интересное же? Лен. Классно. Интересное же место? Особенно мне, посмотри в нижнюю часть, вот это мне нравится. Кажется, вроде ты стоишь на балконе над огромной высоте. Посмотри на остров. Да, и внизу как будто небоскреба. Это самое крутое здесь вот. Ладно, идем. Детки хотят зайти. А мы старые калоши тут с тобой идем. Я не старые калоши. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал Секреты Эмиратов. С вами была Елена из Дубая. Всем желаю хорошего настроения и отличного отдыха в Арабских Эмиратах. Даже летом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!